А вы в курсе, что при городской мэрии создано абсолютно новое управление? Оно называется управление по профилактической работе с населением города Сочи. Но одно из приоритетных направлений деятельности нового управления – это работа, которая связана с пресечением безрецептурной продажи в аптеках сильнодействующих лекарственных препаратов наркотического воздействия. Ну и кроме того, это борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией, а также социализация людей, которые встали на путь исправления – это бывшие алкоголики, наркоманы, либо люди, которые освободились из мест лишения свободы. Какие еще задачи решает управление по профилактической работе – разберемся прямо сейчас. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы – начальник управления по профилактической работе с населением администрации города Сочи Александр Петухов. Здравствуйте, Александр Петрович. Спасибо, что к нам пришли. Ну, вы много лет работали в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, были руководителем по городу Сочи. Ну, как всем известно, в прошлом году госнаркоконтроль расформировали, и теперь у вас новый этап в жизни, в вашей карьере. Теперь вы руководите новым управлением для нашего города, для администрации курорта, управления по профилактической работе с населением. Но, с одной стороны, кажется, что вы решаете примерно те же задачи, но наверняка немного новые. В каком направлении сегодня работает управление, и какие задачи оно решает? Да, ну, как вы правильно отметили, управление новое, аналогичных подразделений в структуре других муниципальных образований не существует. То есть, это управление было создано по решению главы, поскольку глава города придает очень большое значение именно профилактике вредных зависимостей. То есть, она включает в себя не только профилактику наркомании, но и профилактику алкоголизма, табакокурения, значит, ну и других зависимостей в комплексе, понимаете. То есть, это, по сути дела, называется, что работа, профилактическая работа с населением. Вот таково видение. Ну, пробуем наш муниципалитет впереди планеты всей здесь в этом плане. А как вам опыт все-таки в силовых структурах помогает теперь решать задачи в органах исполнительной власти? Насколько он вам оказался полезен здесь? Ну, этот опыт, конечно же, полезен, в принципе, прежде всего, скажем так, опытом организации самой работы. То есть, опытом и теми знаниями, которые были получены, в общем-то, в ходе, так сказать, этой работы, специфические знания узкой направленности касаются не только знаний криминогенной, так сказать, обстановки в городе, в частности, и в крае, но и знаниям психологии зависимости и многих других аспектов вот в этом направлении. Ну, теперь предлагаю подробнее поговорить о каждом из направлений вашей работы. Одно из них – это борьба с курением. В Сочи много лет работает Хартия, город без табака, да, и на федеральном уровне законодательство из года в год ужесточается в отношении курильщиков. Какая профилактическая работа ведется в городе Сочи, какие она дает результаты, какие методы у нас разработаны для того, чтобы либо заставить бросить курить курильщиков, либо предотвратить курение в молодежной среде? Ну, на самом деле, действительно, курение, как и другие виды зависимости, оно, в общем-то, является, пагубно влияет на здоровье, особенно молодежи. И более того, хочу сказать, что, в принципе, в мире сейчас ведется активно пропаганда борьбы с курением, пропаганда вреда, которая наносит курение. Это развернуто во всех прогрессивных, скажем так, странах, не только Европы, но и в Америке, других. И мы тоже движемся в ногу со временем здесь и очень активно, опять же, под инициативой главы города профилактируем эту всю составляющую. Мы, в общем-то, следы этого направления деятельности вы можете видеть в городе. Это на остановочных площадках, это различные мероприятия, которые проводятся. У нас агитационный и пропагандирующий вред от курения – это и, скажем так, места, специально отведенные для курения. Причем они отводятся так, чтобы это было видно, чтобы, в общем-то, не только горожане, но и гости нашего города понимали, что Сочи – это город без курения. И побывать в Сочи – это, как бы, повод еще и к тому, чтобы задуматься над тем, стоит ли вообще курить и распрощаться с этой пагубной привычкой. Но то, что хочу сказать, так сказать, в контексте зависимости и состояния и тревоги в этом плане среди 4947 лиц, состоявших на учетах в наркологическом диспансере города Сочи, в настоящее время 3157 лиц из этого общего числа, то есть, по сути дела, 3 четверти – это лица, состоявшие за употребление алкоголя. Не за употребление, а за зависимость, так скажем, зависимые люди от употребления алкоголя. Это, по-русски говоря, алкоголики. То есть, эта проблема в настоящее время, она, в принципе, примерно в аналогичных пропорциях и по всем регионам России, в целом по стране. То есть, алкоголь наносит очень сокрушающий вред, в принципе, нашему обществу и страдают от алкоголя гораздо больше лиц, нежели чем от наркотиков, конечно же. Наркотики – это уже крайность, это уже действительно крайность, но алкоголизм, он не менее, скажем так, не менее колоссальный вред наносит нашему обществу. Ну, про алкоголизм мы поговорим чуть позже. Все-таки о курении. Вот очень интересно, в молодежной среде какая профилактическая работа проводится среди тех, кто еще не начал курить, для того, чтобы он не встал на этот путь борьбы в дальнейшем с пагубной привычкой? Ну, здесь задействовано у нас в профилактике все абсолютно управление, и управление здравоохранения, и управление очень активно здесь работает, в этом направлении управление образования города. Это систематически различного рода встречи организуются со студентами, с учащимися, это беседы, лекции, это отношения, так сказать, ну, в общем-то, оно на фоне всего, так сказать, учебного процесса, в принципе, где-то как-то ярко или, скажем так, маскировано, но такая системная работа, в принципе, ведется. Потому что хочу сказать, что табак, что алкоголь, что наркотики, это все, в принципе, психоактивные вещества. Тот же, скажем, табак, вот так, если, скажем, абстрагироваться и называть вещи своими именами, является слабеньким таким очень наркотиком. То есть, по сути, можно интерпретировать его как первый шаг на пути к тому, чтобы употреблять алкоголь и наркотики. Ну, или как минимум какие-то курительные, серьезные уже наркотики. Ну, вот, что касается, как раз-таки, борьбы с наркоманией, в городе Сочи, в Краснодарском крае действует программа «Краевая антинарка» уже много лет. Как вы взаимодействуете с краем в этом вопросе, в борьбе с наркоманией, и как вообще реализуется эта программа в городе? Значит, конечно же, это абсолютно взаимозависимые вещи, и программа такая существовала до 2016 года, был расписан, то есть, и в текущем году принята новая программа до 2021 года. Государственная программа по противодействию незаконному обороту наркотиков, она называется. Расписана она до 2021 года. Касается она абсолютно всех территорий Краснодарского края, в том числе и Сочи. То есть, те решения и те, скажем, направления деятельности, которые принимаются в соответствии с этой программой, они поступают нам. Мы также участвуем в работе краевой антинаркотической комиссии, и все решения, которые там принимаются на уровне краевом, они коррелируются с решениями нашей НК, антинаркотической комиссии. То есть, более детализируются, более в условиях нашего города, и мы отрабатываем их полностью, то есть, в соответствии с тем, как это, в общем-то, видит наш губернатор. Ну, какие самые действенные методы сегодня профилактики есть в среде наркоманов? Ну, говорить о том, что самые действенные или не самые действенные, может быть, скажем так, я бы не стал. Там существует целый комплекс мер, и, в принципе, как бы выделять какие-то из них я бы не стал. То есть, работать надо в комплексе, потому что созависимость и зависимость, она, в принципе, у разных граждан, на разных, так сказать, ступенях находится. Кто-то пробовал, кто-то не пробовал, кто-то уже зависим, и ему нужно лечиться. То есть, на мой взгляд, самой важной и самой, скажем так, необходимой частью, самой ответственной частью является именно первичная профилактика наркомании. Это нужно сделать, нужно необходимость сделать так, чтобы не было даже пробы, не было даже желания попробовать. То есть, чтобы молодежь, это прежде всего жертвами этой зависимости становятся молодые люди, даже мысли не испытывали, даже не думали в том направлении, чтобы попробовать какую-то вот эту, скажем так, гадость, вот эту вот психоактивную, которую сейчас, к сожалению, очень много, всякое разное. Ну и мне хотелось бы еще напомнить, что программа «Антинарка» в Краснодарском крае уже работает больше 10 лет. В регулярном режиме проводятся в том числе вот такие видеомосты с участием всех муниципалитетов и районов края. Их проводит либо вице-губернатор Николай Далуда, либо лично губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В ходе таких видеомостов подводятся итоги профилактической работы в крае, итоги борьбы с курением, алкоголем и наркотиками. Ну и намечаются планы на ближайшее время. Равнодушных в этом деле быть не должно, каждый раз подчеркивает Вениамин Кондратьев. Ведь от профилактической работы, которая будет вестись в каждом городе, в каждом районе, зависит будущее подрастающего поколения. Нужно от разговоров и формальных акций перейти к реальным делам, системно выявлять проблему и наказывать виновных. Проблема, ее решение стоит на уровне президента Российской Федерации. Наркотики просто уничтожают наш генофон. Калечат будущее поколение, в том числе и кубанцев. Значит, лишают нас будущего. Мы должны объявить жесткую и бескомпромиссную войну наркомании. Однозначно, только при системной работе мы системно поразим это зло. Потому что мы объявляем бескомпромиссную войну и начинается акция. А системная работа, наверное, должна просто быть. Системная работа, связанная с предупреждением, выявлением и неотвратимым наказанием к тем, кто эти наркотики распространяет. Помимо психотропных веществ разного рода употребляют и лекарства, сильнодействующие с наркотическим воздействием. К сожалению, наши аптеки продают такие лекарства без рецептов. Насколько мне известно, много рейдов, пикетов проведено и в конце прошлого года, и в этом году. Продолжается эта работа. Поделитесь, пожалуйста, итогами и как построена эта работа. Да, существуют некоторые виды психоактивных веществ, которые используются в основном для лечения эпилепсии. Для получения седативного эффекта и которые входят в списки веществ, которые подлежат рецептурному отпуску и количественно предметному учету в аптеках. Они активно используются зависимыми лицами для того, чтобы получить какой-то, скажем так, эффект похожий, схожий с эффектом наркотического опьянения. И действительно, пользуясь этим, пользуясь тем, что эти регулирующие правительственные постановления были приняты сравнительно недавно, это как-то вот РСЦО. Продавали налево и направо эти аппараты, при Габалин, Лирику, при помощи рейдов, при помощи привлечения общественных организаций, таких как Антидилер и других, значит, молодежная гвардия, значит, были, в общем-то, достигнуты определенные результаты. В настоящий момент готовятся к передаче и направлению в суд два уголовных дела в отношении руководителей и, так сказать, хозяйственных субъектов аптек, аптечных учреждений, частных аптечных учреждений нашего города, которые были, скажем так, уличены в этом, да, и у них были изъяты значительные, значительные объемы этих веществ. Я надеюсь, что это послужит примером для других и все-таки заставит задуматься владельцев частных аптечных учреждений о том, что этого делать ни в коем случае, конечно же, нельзя. А что касается рейдов по проверке аптек на предмет продажи настоек спиртосодержащих, я тоже знаю, что проводились большое количество таких видов, результаты также, и на что направлено это? Значит, действительно, после отравлений в Иркутской области пошел большой резонанс по всей стране, не исключением было и город Сочи, мы провели массовые рейды, практически все аптечные учреждения были проверены по поводу, скажем так, реализации данного вида продукции спиртосодержащей. И дело в том, что аналогичного вида продукции реализуется не только в аптечных учреждениях, но и в учреждениях, где продается бытовая химия. И эти тоже были точки проверены. В принципе, хочу сказать, слава Богу, но это у нас не находит широкого такого распространения, вот применения этих веществ. Провели специально соцопросы мы возле аптек с, скажем так, с гражданами города. Мы понаблюдали за аптеками, понаблюдали именно в те часы, когда обычно, ну то есть в ранние часы, когда люди идут, бегут, никогда нельзя купить в городе, похмелиться вот эти вот аптечные настойки на травах, спиртосодержащие. Но, скажем так, единичные случаи присутствуют такие, да. Но это, слава Богу, не имеет массового характера в Сочи, не распространено. И мы этот вопрос контролируем, мониторим. Где-то, если что-то появится, так и будем, конечно же, своевременно как-то пытаться активно вмешиваться и прекращать это все. Ну, рейдов действительно в Сочи проводится очень много. В один из них по сочинским аптекам в центре города, буквально несколько недель назад, отправилась и наша съемочная группа. Вот что из этого получилось. Давайте посмотрим сюжет. А есть настойка пустырника у вас? Нет. Нету? Ну, ничего такого уже нет, если она даже и есть. А боярышник? Нет, спиртосодержащего ничего в центре точно не возьмете. Первые результаты рейдов в большинство аптек убрали из ассортимента спиртосодержащие препараты, такие как боярышник, настойка календулы, пиона, пустырника и другие. Рейды по аптекам в связи с известными событиями в Иркутске, где жертвами боярышника стали около ста человек, сегодня проходят по всей стране. В случае, если будут отравления, допустим, фиксироваться, то, конечно, будут разборки, будут наказания за реализацию продукции, не соответствующей, так сказать, стандартам. И хочу сказать, что на сегодняшний день в Иркутске и в Иркутской области уже задержаны 12 человек из числа персонал аптек, из числа хозяев аптечных учреждений. А вот в этой частной аптеке на улице Островского спиртосодержащие препараты в продаже есть. И эти бутыльки, говорит фармацевт, пользуются большой популярностью. В день за календулой и пионом обращаются до 50 человек. 95% это люди, которые берут его в тех целях, то есть не в фармацевтических целях. Берут его в целях... 90%? Да, для приема внутрь. Такие люди заходят за спиртосодержащими препаратами рано утром или поздно вечером, рассказывает провизор. А так вообще спрашивают, да? Да. Вы лично не отпускаете? А? Вы лично не отпускаете? Нет, я отпускаю. Почему? Я если вижу человека адекватный, соображающий, то есть имеет представление, для каких целей он берет этот препарат. Приходит лучше от алкоголя, тем, как сказать, другое говоря, забояршим. Я, думаю, аргументирую это тем, что после 10 часов спиртосодержащие препараты нельзя продавать. Подобные рейды в Сочи будут проходить регулярно во всех его районах. Ведь проблема налицо. По статистике, 60% отравлений – это отравление алкоголем или суррогатом. На специальном совещании был озвучен список препаратов, продающихся в аптеках, которые входят в зону риска. Помимо настоек, в их числе асепталин – жидкость для наружного применения, которая обладает дезинфицирующим и противовоспалительным действием. В инструкции к применению написаны грозные слова, такие как гибель головного мозга и психическое и физическое привыкание к данному препарату. То есть мы должны понимать, что этот вот как раз такой кандидат номер один на наш мониторинг. Подобные мониторинги и рейды дают реальные результаты. Так, например, не так давно в Сочи массово проверяли аптеки на предмет безрецептурной продажи лекарств типа Лирики. Итог. Возбуждено три уголовных дела. Двое хозяев аптек задержаны и находятся под арестом. Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Ну а что касается употребления сочинцами традиционных алкогольных напитков, насколько у нас серьезная эта проблема в городе стоит, как много у нас алкоголиков, которые стоят на профилактическом учете. Ну и такой вопрос по вытрезвителям. Раньше в советское время они были во всех городах. И после того, как человек туда попадал, информация об этом тут же направлялась и на рабочее место, что, конечно, со стороны начальства не оставалось незамеченным и безнаказанным. Сейчас таких специализированных учреждений у нас уже нет. Как вам кажется, нужны ли они городу Сочи? Значит, ну как я сказал немного ранее, значит, три четверти лиц, состоявших на учетах в наркодиспансерах, состоят именно за употребление, за злоупотребление алкоголем, как алкоголики. Это, конечно же, выводит эту проблему, в принципе, на сегодняшний день на первое место, если мы так будем пытаться это все сделать градацию. И, конечно же, проблема серьезная не только для Сочи, но и для других регионов. Вот проблема спаивания нашего населения. Дело в том, что отрезвителей у нас уже не существует давно. Но помещения, где раньше они находились, уже распроданы где-то, где-то они, скажем, переделаны под другие, скажем так, нужды. Под другие нужды. И хочу сказать, у нас в Сочи эта проблема решается путем, вот таким вот, скажем так, межведомственным, путем организации взаимодействия между сотрудниками органов внутренних дел, которые находят этих, так сказать, пьяных людей не в состоянии, что называется, где-то в общественных местах. И проблемы того, что в медицинских учреждениях их не хотят брать, поскольку они вроде как не являются больными и лечить их не от чего. То есть, как такового диагноза нет. Но если брать проблему, скажем так, и разбираться, начать не более детально, то что такое состояние сильного алкогольного опьянения? Это состояние интоксикации, алкогольной интоксикации этиловым спиртом, правильно же, да? То есть, по сути дела, это отравление. Мы везде видим, вот написано, это яд, это действительно яд. То есть, это состояние отравления человека. И, по идее, ему надо оказывать помощь. И вот этот момент, в настоящий момент, в настоящее время, он на федеральном уровне, к сожалению, слабо очень отрегулирован, где-то ведомственными приказами, где-то, скажем так, в какой-то части. Но хотелось бы все-таки, чтобы в нашем, в Краснодарском крае, эта проблема была, скажем так, более четко расписана и отрегулирована между двумя ведомствами, между Министерством здравоохранения Краснодарского края и Главным управлением внутренних дел, чтобы каждый четко знал свои действия, свои границы и свои, так сказать, полномочия в этом плане. Такие приказы существуют в большинстве регионов России. На уровне территориальных, так сказать, субъектов принимаются такие инструкции, совместные приказы, регулируются и создаются, как правило, на базе муниципальных учреждений здравоохранения отдельные палаты, скажем так, в ранге муниципальных бюджетных учреждений они существуют. И как-то так выходит. Ну, поскольку Сочи у нас является... У нас таких палат нет. У нас, если действительно сильное алкогольное отравление, то просто берут и такого человека укладывают в обычную палату, где он, приходя в себя, начинает себя где-то как-то неадекватно вести. Сами понимаете, конечно. На самом деле вы затронули очень серьезную проблему. Я еще раз хочу сказать, что я изучил опыт вот этот вот по России, как он сейчас вообще. И в соответствии с предстоящими соревнованиями, такими как Чемпионат мира, Кубок Конфедерации и крупные, в принципе, свои предложения мы написали в администрацию Краснодарского края, конкретно изложили. И надеемся, что там, в общем-то, будем услышаны и примут определенные нормативные акты в этой связи. Но все-таки, что касается подрезвителей... Подрезвителей нет. Ну, нужны они города Сочи или нет? Нужно вернуть такую практику. Вы знаете, такую практику возможно вернуть, в принципе, и нужно было бы ее вернуть и сделать, наверное, все-таки на базе основных больниц какие-то типа, скажем так, кабинеты. Но эта услуга должна быть платной. И те люди, которые, так сказать, приходят, доводят себя до этого состояния умышленного, они должны, в принципе, платить за это дело. Я так считаю. Как-то, в общем-то, они должны быть, соответственно, оборудованы санитарами дополнительными. Они должны быть, соответственно, так скажем, оборудованы кроватями специальными, чтобы их нельзя было сломать. Они должны четко быть прописаны, регламентированы инструкциями по каждому, так сказать, моменту. И, в общем-то, такая практика сейчас единственная, которая себя оправдывает, в принципе, у нас ее пока нет. Пока что обходимся. А если говорить о методах профилактики, допустим, такой метод, как клубы анонимных алкоголиков, ну, либо анонимных наркоманов. Есть ли у нас в Сочи такой опыт, есть ли такие клубы, и нужны ли они городу? У нас есть общественные организации, которые оказывают, скажем так, помощь в реабилитации посталкогольной, наркотической. И даже есть общественные организации, которые оказывают помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А таких, к сожалению, в нынешней экономической ситуации, в общем-то, становится все больше и больше. И все, вот сейчас, в настоящий момент, чем занимается одно из направлений деятельности нашего управления, мы делаем мониторинг этих организаций, расположенных на территории Сочи, с тем, чтобы понять, во-первых, кто, каково их количество, где они находятся, чем они могут реально, так сказать, помочь в этой проблеме, и смогут ли они реально помочь, вообще способны ли они реально помочь. Или это какие-то организации, которые, скажем, под флагом этим просто занимаются какой-то другой деятельностью, непонятной. То есть оценить реальную способность их в этом направлении. И как-то, в общем-то, пытаться использовать этот потенциал. Потому что эта проблема, проблема борьбы с алкоголизмом, с наркоманией, это проблема общества. И бороться с ней надо абсолютно на всех, всеми доступными способами, методами. И вот эти организации, я вот, честно сказать, был очень удивлен, поскольку сейчас вот стали где-то... Есть хорошие организации, есть организации, у которых есть хороший процент ремиссии, которые действительно, как бы, дают результат. И такие организации надо где-то, может быть, я считаю, даже где-то поддерживать на уровне, так сказать, муниципалитетов, оказывать им какую-то посильную помощь. Я не говорю про финансовую, но, по крайней мере, как-то, скажем... Поддержка, психологическая помощь. Поддержка какая-то должна быть, да. А что касается социализации бывших преступников? Такая работа у нас в городе ведется? Вот в сентябре прошлого года вступил в действие закон 182-й о профилактике. В нем прописана и такая проблематика, и такая норма. То есть, действительно, лица, которые освобождаются с места лишения свободы, зачастую, как бы, имеют определенное, там, скажем так, клеймо на себе, и, как бы, оцениваются в нашем обществе так. И им действительно необходимо оказывать поддержку и помощь в, скажем так, и какое-то, может быть, на каком-то этапе их жизни, на этапе вхождения, возвращения в нормальный социум, если такое желание действительно есть, оказывать какую-то поддержку действительно в трудоустройстве и, значит, смотреть, как дальше он себя ведет, чтобы не было сырьев где-то так. Вот эти вот моменты, конечно же, они и прописаны на уровне федерального законодательства. Ну, я желаю вашему управлению развиваться, вашему новому управлению и решать поставленные задачи. Спасибо большое за очень интересный разговор. И напоминаю, что гостем нашей программы сегодня был начальник управления по профилактической работе с населением администрации города Сочи Александр Петухов. Спасибо. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...